МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия выпуск информационной программы Республика в студии. Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это уже вторая встреча за последнее время. Повод ситуации, сложившаяся на предприятиях концерна из-за нехватки оборотных средств. Глава Чувашии Михаил Игнатьев напомнил, вопросы о перспективах отечественного сельхозмашиностроения будет обсуждаться на правительственной комиссии по импортозамещению Дмитрия Медведева. К этому времени руководителям ведомств вместе с руководством концерна надо проработать и подготовить предложение по улучшению ситуации. Мы должны все понимать, там люди работают, живые люди, они хотят там работать, и мы не должны на сегодняшний день закрыть вообще наше производство. В 2008 году, к началу мирового кризиса, концерн имел большие кредиты, взятые для консолидации производства. Задолженность должна была быть конвертирована в инвестиции, получаемые из фондового рынка. Но в силу разных причин этого не произошло. В результате концерн оказался должен банковскому синдикату более 37 миллиардов рублей. Плюс был выдан стабилизационный кредит страны внешне-кону-банка, который на тот период времени стал основным собственником всех акций концерна-трактной заводы. И большая часть этого стабилизационного кредита была направлена на урегулирование задолженности перед банками и в частности на погашение части процентов, части долга, плюс эволюционные займы. То есть это была достаточно серьезная конструкция. Но эта конструкция, начиная с момента создания до сегодняшнего дня, оказалась не работающей. Ни одного решения сконсолидированного со стороны синдиката банков не было принято. В конечном итоге долг перед банками с учетом процентов вырос вдвое. Кроме того, не выплачено налогов и страховых платежей свыше миллиарда рублей. Однако концерн от своих обязательств не отказывается. Не ожидается и сокращение сотрудников. Специалисты понадобятся в следующем году, когда придется выполнять большой объем заказов. В результате комплекса мер финансового оздоровления, который проводится при участии федеральных органов власти, в 2016 году концерн планирует возобновить нормальную финансовую и производственную деятельность. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Книгу для взрослых, а именно тех, кому интересны вопросы жилищно-коммунального хозяйства, разработало Министерство строительства России. Она так и называется «Азбука для потребителей услуг ЖКХ». Вашему вниманию представлен первый в России учебник для потребителей услуг ЖКХ. Специфические отраслевые темы рассказываются простым языком, с иллюстрациями и доступными разъяснениями, сказано в аннотации к учебнику. Начинается пособие с цитат людей, которые к сфере ЖКХ имеют самое прямое отношение. Основы работы сферы ЖКХ должен знать каждый россиянин. Именно грамотные потребители сделают рынок понятным и заставят работать его по правилам. Среди параграфов права и обязанности собственников, общее имущество многоквартирных домов, начисление платы за разные виды услуг, то есть те, по которым усиление чаще всего возникают вопросы. Учебник находится в общем доступе. Его можно скачать на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ, проекта, школа грамотного потребителя, Министерства строительства России и Чувашии. Кстати, пятницу и субботу заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис провезет в Чувашии. Он посетит предприятие Гален, мусоросорсировочную станцию и полигон ТКО, а также познакомится с ходом капитального ремонта в Чебоксарах. Сегодня в Чебоксарах вынесли приговор бывшему главе администрации Мыринско-Пасадского района Юрию Моисееву. На скамью подсудимых он попал еще в 2013 году. Экс-чиновнику выдвинули обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Приговор вынесли в январе. Но сторона защиты подала апелляцию. Что изменилось в ходе повторного рассмотрения дела, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. В зал суда Юрий Моисеев зашел в хорошем расположении духа. Здесь его ждала большая группа поддержки. Знакомые бывшего чиновника приходили едва ли не на все заседания по этому громкому делу. Оглашение приговора затянулось более чем на три часа. Дослушать его стоя, как того требует правило, смог не каждый. Вся история махинаций бывшего главы администрации района и его помощника едва уместилась на 30 печатных листах. После повторного рассмотрения уголовного дела подтвердилось большинство эпизодов. Противоправная деятельность Моисеева и Галочкина была пресечена после того, как предприниматель обратился в правоохранительные органы, поскольку Моисеев требовал от него взятку в размере 4 миллионов рублей за то, что поможет одержать победу в аукционе по продаже земельного участка площадью свыше 16,5 гектаров, расположенного на территории Мариинско-Пасадского района, и перевести его в категорию земель, предназначенных для дачного строительства. Помощника Моисеева задержали с поличным, а позже с меченными деньгами арестовали и бывшего главу. Свою вину чиновник не признал, а позже рассказал следователям, что взятку он пытался направить на строительство клуба в одном из сел Мариинско-Пасадского района. И хотел оказать материальную помощь некой гражданке, у которой сгорел магазин, поскольку она обратилась за материальной помощью к нему, как к главе Мариинско-Пасадского района. Однако следствию удалось все эти доводы опровергнуть. В частности, во-первых, все его утверждения, в том числе и о строительстве клуба, были голословны. По всей видимости, отмечают следователи, Моисеев сочинял эти истории ради того, чтобы сократить себе срок. Уголовный кодекс предусматривает более мягкое наказание по статье мошенничества. Однако в суде доводы бывшего чиновника признали неубедительными. Ему назначили приговор в виде 9 лет лишения свободы и штрафа в 60 миллионов рублей. Но виновным Моисеев себя не признает и по-прежнему называет себя жертвой заговора. В ближайшее время Моисеев и его адвокаты планируют обжаловать и новый приговор. 22 октября в Чувашии прошли командно-штабные учения по пресечению условного террористического акта. Словой группировкой оперативного штаба отработаны практические действия по другим учебным вводным. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД Республики. Оперативным штабом по управлению контртеррористическими операциями в Чувашской Республике под руководством временно исполняющего обязанности начальника управления ФСБ России по Чувашии Андрея Семенова проведен завершающий этап командно-штабного учения по пресечению условного террористического акта на объекте органов государственной власти. В ходе мероприятия проверялось состояние антитеррористической защищенности одного из объектов республиканских органов власти. Оценены действия служб при экстренной эвакуации зданий работников и граждан в случае обнаружения подозрительных предметов. На сегодняшнем учении мы рассмотрели ряд учебных вводных, которые требовали принятия неотложных решений в быстро изменяющейся оперативной обстановке. Считаю, что цели КШУ в целом достигнуты. Как руководитель учения оцениваю положительно. Целью учения стало повышение уровня профессиональной подготовки личного состава привлекаемых сил, а также отработка взаимодействия между подразделениями группировки штаба при решении служебно-боевых задач. Завтра в здравоохранении Чувашии сразу две значимые даты. 85-летие 1-й Чебоксарской городской больницы и 55-летие Чебоксарского медицинского колледжа. Сует ли говорить, какую роль в лечебном процессе играют оба этих учреждения? Взять хотя бы отделение реабилитации больницы имени Осипова. Все его медсестры в разное время получили образование в медколледже. Ирина Беспалова – выпускница Чебоксарского медучилища и медсестра кабинета физиотерапии. Работает в больнице имени Осипова 25 лет. А в профессии уже 33 года и ни разу не пожалела о своем выборе. Тетя работала медсестрой в районной больнице, в хирургическом отделении. И глядя на нее, мне тоже хотелось быть продолжателем этой профессии. С первого раза я поступила в 1983 году на санитарно-фельдшерское отделение, где получилось 3 года. Потом распределение было направлено в район. Но на год государственной практики Чебоксарах меня сразу оставили при больнице. Работы у медперсонала много. Отделение реабилитации обслуживает не только пациентов по месту жительства, но и принимает на восстановительное лечение больных после инсультов, инфарктов, различных травм. За прошлый год в общей сложности сделано около 85 тысяч процедур. В смену 120 посещений, не меньше. Мы занимаемся реабилитацией. А в реабилитации у нас именно включают мультидисциплинарная бригада. В мультидисциплинарной бригаде у нас входит координатор у нас врач-невролог. Также у нас врач по лечебной физкультуре с инструктором ЛФК. Врач-физиотерапевт, психолог, логопед. Врач-рефлексотерапевт. Естественно, у нас еще участвуют медсестры. Массаж. Медсестры по массажу. Еще одна составляющая процесс реабилитации – внимательное и доброжелательное отношение медперсонала к больным. Здесь лечат не только лазером, парафином и магнитом, но и словом и улыбкой. Ирина Алексеевна, она, наверное, тут самый двородушный человек. Всех она знает. Даже, мне кажется, уже в лицо все узнает. Потому что уже, ну, я уже здесь живу лет 25, наверное, в этом районе. Хожу в эту больницу. Очень нравится. Ну, там у них уже, конечно, все старинно, а здесь как-то все по-модному. Очень комфортно, красиво. Все так чисто. Придешь, они прям такие вежливые все. В столице Чувашии стартовал восьмой республиканский конкурс инновационных проектов по программе «Умник». Участники представили на суд экспертов свои научные работы. Как ученые и молодежь предлагают улучшить общество и мир в целом, узнавали мои коллеги. Будородная почва для взращивания новых идей – инкубатор бизнес-инноваций. Все это об «Умнике». Уже шестой год в столице Чувашии собираются самые одаренные и талантливые студенты и молодые специалисты. Цель у всех одна – доказать, что их идея способна изменить окружающий мир в лучшую сторону. Проекты представлены по пяти различным направлениям. Павел Моисейф из сельскохозяйственной академии знает, как сделать так, чтобы на дорогах было меньше аварий. Многие автомобили из-за… там есть небольшая оплошность, можно так сказать, или недочет в конструкции. Из-за этого недочета многие автомобили попадают в аварию. Некоторым образом решил эту проблему. Там параллельно насосу гидроусилителя устанавливается гидроаккумулятор. Можно предложить некоторым заводам данную разработку и существенно повысить на должность автомобилей. Конкурс проходит при поддержке Фонда содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере и Минэкономразвития Республики. За шесть лет работы фонда в Республику удалось привлечь более 165 миллионов рублей и реализовать около 200 разработок. Однако этого недостаточно. До сих пор существует проблема. Многие местные предприятия сотрудничают с умами из других регионов. Урганы власти стараются решить эту проблему. Мы собираем сейчас со всех промышленных предприятий те технологии и разработки, которые они планируют реализовывать в ближайшие 3-4 года. И далее все эти темы, их планируем и неокры, мы доведем до наших вузов, чтобы в будущем вы могли ориентироваться в том числе и на те потребности предприятий, которые сегодня существуют. И свои темы, в том числе по программам «Умник», также вы смогли бы реализовывать в данных направлениях, что даст вам возможность гарантированно внедрить их в производство. «Умник» проходит в 69 регионах России. Победители получат грантовую поддержку на 2 года в размере 400 тысяч рублей. «Далее они могут подать на старт и получить до 2 миллионов на первый год. Далее уже 3 миллиона, потом 4 миллиона. Дальше уже есть компания, то есть у нас другая программа, которая предполагает до 15 миллионов рублей. Есть и другие международные программы. То есть, войдя в этот инновационный лифт, они могут вырастить свою идею, воплотить в реальный какой-то бизнес. И есть случаи, когда выходят на международный уровень». Конкурс инновационных проектов «Умник» позволяет одаренным молодым людям не только развить и реализовать свою идею, но и дает возможность создать творческо-научную среду, в которой могут появиться новые и неожиданные решения. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. В районах Республики проходит первый сельский кинофестиваль, посвященный 70-летию Великой Победы и Году Литературы. Организатором культурного мероприятия выступает Государственный архив электронной и кинодокументации Чувашии. Наша съемочная группа побывала в Цивильске и узнала, какие фильмы подготовили для местных киноманов. Удобные кресла, приглушенный свет и большой экран. Цивильский дом культуры превратился в настоящий кинотеатр. Здесь собрались жители со всего района. Любители отечественных фильмов оказалось около 500 человек. В афише два фильма на военную тематику. Буду помнить и озорить здесь тихие. Тема войны, конечно, она очень интересна. Дети должны знать о прошедшем нашего народа, о том, что многие деды и прадеды отдали свои жизни. И надеемся, что просмотр этого фильма поможет нам в дальнейшей работе. Мы надеемся, что будут такие фестивали еще для детей. Именно для сельских детей можно организовать такие фестивали для родителей совместно с родителями. Сельский кинофестиваль проходит в пяти районах республики. На каждой из площадок покажут разные фильмы. Киноленты по качеству ничуть не уступают тем, что показывают в стационарных кинотеатрах. Специально для проведения фестиваля организаторы используют оборудование мобильного центра «Киномобиль». С его помощью наслаждаться кинопросмотром можно даже в открытом поле. Мы готовы выезжать в районы нашей республики. У нас есть для этого возможность, у нас есть оборудование. И мы готовы по заявкам, если действительно будет интерес к нашим российским фильмам, приехать в тот или иной район, в ту или иную деревню и показать как новинки отечественного кино, так и отечественные фильмы из нашего кинофонда, который насчитывает более 10 тысяч лент. Организаторы фестиваля отмечают, что у сельчан появилось больше возможностей оценить новинки киноиндустрии в широком формате. В следующем году увидеть отечественные фильмы смогут еще больше жителей республики. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. 10-12 декабря в Чувашии пройдет третий Кубок России по вольной борьбе среди женщин. Сегодня в республику приехали представители Всероссийской Федерации спортивной борьбы. Они обсудили с главой Чувашии подготовку к предстоящим соревнованиям. Представительницы женской спортивной борьбы Чувашии за последние годы добились значительных результатов. Пять спортсменок на прошедшем первенстве России завоевали серебряные и бронзовые медали. 18 вошли в сборную страны. Сегодня мне отрадно отметить, что из представительниц Чувашии сегодня в олимпийской нашей команде присутствуют четыре девушки. То есть это большой успех, учитывая, что команда не такая большая. Это Гольц, Краснова, Федорова и Чумякова. То есть вот четыре девушки сегодня являются, скажем так, кандидатами в составе сборной команды Российской Федерации на поездку в Рио-де-Жанейро в 2016 году на Олимпийские игры. Шансы у каждой девушки разные, но, по крайней мере, то, что они достигли таких успехов, такого положения, конечно, это радует. Это говорит о том, что и в целом по республике дела обстоят, в общем-то, я бы сказал, хорошо. В Чувашии сильная школа спортивной борьбы, поэтому не случайно здесь уже в третий раз будет проводиться Кубок России по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чувашской республики. В прошлом году в международном турнире приняли участие 130 сильнейших спортсменов из 22 регионов России и 5 зарубежных стран. По итогам соревнований 2014 года враженки Чувашии Екатерина Краснова и Наталья Гольц стали победительницами в своих весовых категориях. В этом году турнир планируют привезти в Ледовом дворце Чебоксара-арена и сделать из него не только спортивное мероприятие, но и праздничное шоу. Уже в календаре значатся мероприятие, как Кубок главы Чувашской республики, Кубок России по вольной борьбе, который проводится на территории нашей республики. Это дорогой условий для нас, прежде всего. Это популяризация уже силового вида спорта, который позволяет нашим девушкам вырабатывать характер, мужество, силу к победе, преодоление тех трудностей, которые практически возникают в реальной нашей жизни. Кроме того, на встрече обсуждалась возможность проведения на территории республики учебно-тренировочных сборов команд по спортивной борьбе. Татьяна Молкова, Сергей Рябчиков, Республика. Почти пять месяцев Ледовый дворец Чебоксары-арена предоставляет свои услуги как для спортсменов, так и для любителей активного отдыха. Не каждый регион может похвастаться подобным спортсооружением уровня континентальной хоккейной лиги. О преимуществах Ледового дворца и его услугах в нашем следующем сюжете. Открытие Чебоксары-арена для хоккеистов и фигуристов стало настоящим праздником. Теперь в республике сразу на две ледовые площадки больше, а значит увеличилось и количество тренировок. А это залог высоких побед. Ребятам очень нравится, глаза горят, желаний очень много. С тренировки приходят довольные, уходят уставшие, но довольные. Так что вот, в связи с тем, что появилось дополнительных два льда в Чувашии, я думаю, что традиции научебоксарского хоккея и чувашского хоккея будут продолжаться. Они будут выходить на более высокий уровень. В связи с такой ареной, которая соответствует уровню КХЛ, я думаю, доживем. И детишки наши вырастут и будут играть когда-нибудь и в КХЛ тоже. Поражает и масштабность основной площадки. Здесь юным спортсменам и спортсменкам есть где раскататься и отработать все прыжки и вращения. Кроме ледовых площадок в Чебоксаро-Арена предусмотрен тренажерный зал. Работает он ежедневно до 9 вечера. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте Минспорта Чувашии или в официальной группе ВКонтакте. Тренажеры все новые. На все группы мышц есть. Есть свободные веса, есть тренажеры, силовые рамы. Зал открылся недавно. Соответственно, роду не так много очередей. Тренажеры нет. Так что приходите заниматься. Все объясним, поможем. Будем ждать. Чебоксаро-Арена принимает не только профессиональных спортсменов, но и любителей активного и здорового образа жизни. С этой недели сеансы массового катания, кроме выходных, предусмотрен по средам и четвергам. Екатерина Абрамова, Олег Якимов, Республика. И в завершении выпуска информация для болельщиков новочебоксарского «Сокола». В воскресенье и понедельник здесь пройдут очередные игры первенства ВХЛ. Зрительская поддержка нашей команде необходима. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова